Для него кино не просто работа. Это его жизнь, его хобби, его любовь. Несмотря на молодость, он уже завоевал широкое признание. У нас в гостях известный кинорежиссер, снявший из Уфы с любовью Айнур Аскаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы сказал, что не такой я уж молодой и не такое широкое у меня признание. Спасибо за теплые слова. Я вот каждый раз говорю об этом. Почему-то профессия у нас молодеет, а несмотря на это, мне уже 32, а меня до сих пор называют молодым. Несмотря на молодость, несмотря на возраст и так далее. И сейчас эта профессия действительно помолодела. И у всех какой-то стереотип, видимо, старый, что режиссер это 40 лет молодой режиссер. Мне кажется, в сегодняшний день не совсем правильно, потому что сейчас целая плеяда молодых режиссеров завоевывают. Там Канн и любимцы Канн, тот же Ксавье Далан, в 26-27 наш Иван Твердовский младший, тоже в 23 или в 24 снял класс коррекции, подбросов и так далее. Новое молодое дарование Кантемир Балагов, любимец Канн, ему тоже 27, по-моему. Поэтому я уже такой старичок и прошу обращаться ко мне, не ставить приставку молодой режиссер, завоевавший широкое признание. Можно просто молодой режиссер, спасибо. Хорошо, мы это обязательно запомним. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вы согласны с этим тезем? Абсолютно согласен, потому что кино это тот вид искусства, который, во-первых, он самый массовый, он самый доступный, в отличие от любого вида искусства, кино на сегодняшний день в России это самый доступный вид развлечения, досуга и искусства. Все в одном флаконе. И в связи с этим, поскольку оно самое массовое, оно доходит прямо в сердца. Ну, особенно хорошее кино, которое сделано от сердца, оно уходит прямо в сердца, и мы даже сами не замечаем, как мы попадаем под влияние того или иного кино. Сейчас часто пишут, нельзя курить в кадре, нельзя пить в кадре, потому что действительно это работает. Когда герой в кадре переживает какие-то и вдруг закуривает сигарету, и у нас уже подсознательно у всех заложено, что, наверное, если ты себя плохо чувствуешь, нужно закурить или выпить. Конечно, это неправильно, это не так, но кинематограф вложил этот стереотип в головы уже нескольких поколений. И вот даже отталкивать от этого маленького примера можно сделать вывод, что, конечно, кино управляет умами, и с ним нужно очень аккуратно, этим искусством аккуратно пользоваться. А когда ты сам попал под влияние кинематографа? Ну, конечно, да. В любом случае, мои родители там занимались тоже творчеством, они выступают, ездили, я у себя, по-моему, с детства помню, ездил на концерты, на гастроли с родителями. И, несмотря на это, кино было все равно самым доступным. Включая телевизор, смотрели кино, тогда еще на ВИЧС смотрели в этих видео приставках кино, к нам приезжала кинопленка, кинопередвижка, смотрели тоже кино. Но и, я не знаю, с детства, ну, раз в неделю уж точно смотрю какой-нибудь фильм. И это самый доступный вид развлечения, отдыха для меня. Немножко о твоем, так скажем, творческом портфолио. Вот «Из Уфы с любовью» — это твоя визитная карточка? Ну, да, наверное, можно так сказать. Визитной карточкой как бы странно это не выглядело. Все считают, все равно мой первый фильм «Упрямец» — «Ян Меш». Короткий метр, который очень много пофестивалил, и даже я вот сейчас был недавно на пичинге дебютантов. И были случаи, когда в референс, в пример, какое я хочу снять кино, молодые режиссеры, дебютанты, приводят мой фильм «Ян Меш». И все такие, в зале такой смешок, потому что я сам сижу среди этих дебютантов формально, я еще считаюсь дебютантом в полном метре, пока не вышла моя вторая картина полнометражная. И очень такие любопытные ситуации случаются. Поэтому, наверное, визитная карточка моего творчества, не знаю, является, не моего, а нашего творчества, является кинокартина «Ян Меш», «Упрямец». Ну и «Из Уфы с любовью», куда бы мы, был на кинорынке также на днях, все говорят, а это вот Айнур, режиссер, который снял «Из Уфы с любовью». Все говорят, Айнур, а не знаю, а вот «Из Уфы с любовью» я слышал, да. То есть, в любом случае, вот вы говорите, широкое признание. Какое-то широкое, насколько оно может быть широкое в моем случае, признание принесла, конечно, картина «Из Уфы с любовью». А тогда в вашем понимании, что значит широкое признание? Ну, я не знаю, когда тебя хотя бы знают, и твое кино видели хотя бы там от миллиона зрителей. «Из Уфы с любовью» на следующем день увидела... А вы к этому стремитесь сами? Ну, конечно, да. Это для каждого. Для меня сейчас там даже не фестивали важны, не награды на фестивалях, а все-таки широкая зрительская узнаваемость. Не меня, а моего кино, чтобы там... А, тот фильм, да, слышал. Даже взять тот же бурятский проект «Решало», да, кому угодно. Вот можно просто выйти на улицу, поспрашивать людей, смотрел – «Решало», смотрел – «Решало», не смотрел, но слышал. В любом случае, то есть, это будет такой ответ, потому что аудитория там немаленькая. Не говоря уже там о голливудских больших фильмах. Смотрел однажды в Голливуде, ну, конечно, не смотрел, но вот я видел. То есть, в любом случае, это хорошо. И я бы хотел, чтобы мои картины смотрели все-таки от миллиона зрителей, а не как в случае «Из Уфы с любовью» там 300-400 тысяч. Хочется большого охвата, большого кино. Именно такими мерками мерится кино. Там в Советском Союзе, когда раньше была целопрокатная киносеть, большая советская, конечно, картины смотрели там 10-15 миллионов жителей, даже больше. Сейчас 3 миллиона – это считается очень большой успех, потому что охват киносетями небольшой. И картину, которую собрала больше всего сейчас в российском прокате за последнее время «Движение вверх», посмотрела там 3,5 миллиона, 4 миллиона зрителей. Это считается просто очень много на сегодняшний день. А когда-то там эта цифра начиналась там от 4 миллионов. 15-20 миллионов – это была нормой. Ну, «Таганок», «Буран» – те работы, на которых вы сейчас трудитесь. Как вы думаете? Я думаю, что… Об их будущем. Что вы думаете об их будущем? Наверняка отряд «Таганок» я прям вот очень хочу. И интуиция мне подсказывает, что отряд «Таганок» посмотрит гораздо больше зрителей, чем «Из Уфы с любовью». Но это логично, потому что все, кто знаком с «Из Уфы с любовью», скажут, я хочу посмотреть «Таганок». Это уже там 100 тысяч зрителей у нас уже есть. Плюс новые зрители, которые там кто-то слышал, не смотрел, придут и посмотрят, я думаю. Так что наверняка… Ну, это логично, что «Таганок», отряд «Таганок» посмотрит больше зрителей. На этот год ведь намечена премьера. Да. Не то чтобы премьера, у нас сейчас будет закрытый показ «Дача» 18 октября в кинотеатре «Родина». Зря я это говорю, но говорю. Мы будем показывать кино. Показ будет очень закрытым. Такое правительство, фонд «Мустая Карима» и все создатели, кто хоть какое-то отношение имеет к фильму, будут присутствовать. И дальше мы хотим немножечко пофестивалить, отправить фильм по фестивалям. Будем начать с фестивалей класса А, надеюсь, где-то возьмут. А потом уже после какого-то фестивального успеха выйти в прокат. То есть сейчас фильм уже полностью готов? Мы сейчас завершаем кино. Как раз-таки у нас сегодня буквально прилетел звукорежиссер из Санкт-Петербурга, Владимир Сухарев, который будет сводить все кино. Завершается графика, дописывается музыка. Будем писать сейчас музыкантов, живая музыка у нас. То есть такой завершающий этап идет. И я надеюсь, что... Ну, не надеюсь, нам нужно успеть к 18-му числу все завершить. То есть сейчас что-то уже переснять, доснять этого уже не получится? Или это уже нет необходимости? Нет необходимости, потому что все готово, все снято. Вот завершается только пост-продакшн. Вы удовлетворены на сегодняшний день? Да, да. Мне очень нравится картина. Я считаю... И вообще вся команда, с которой у нас работала, считает, что это лучшее, что кто-либо... Ну, кто из наших ребят... Это лучшее, что мы делали, мы говорим. Потому что, ну, правда, я лучше ничего пока не делал. Мы такой... Некий потолок, который был сформирован фильмом «Изуфы с любовью», мы пробили. Поднялись там на ступенечку выше. И наверняка следующая картина будет еще лучше, чем «Таганок», что как бы... Это естественный рост, да? Очень волнуетесь, очень переживаете перед... Ну, перед закрытым показом. Да, волнуюсь, потому что я ездил вот на кинорынке и на питчинге, показывал уже отрывки из фильма, рассказывал о кино. Очень неоднозначно относятся публика... Ну, профессионалы, которые не владеют башкирским языком, далеки от нашей культуры, и они говорят, ну, очень красиво, очень здорово все снято, но у вас тут лица, конечно, не славянские, и вот массовому зрителю где-нибудь в Рязани вряд ли это будет интересно. И я понимаю, господи, куда мы катимся, что происходит? Мы всегда жили в Башкортостане, где там многонациональный Башкортостан, мы все очень так относимся к этому спокойно, но почему-то прокатчики считают по-другому. Ну, это коробит, на самом деле. Очень, очень неприятно это слышать, да, это как в объявлениях слышится, сдам квартиру славянам, или там, примем на работу строго славянин. И ты думаешь, господи, что происходит? Почему? И очень больная тема для меня, и я понимаю, что наше кино «Таганок» прежде всего нацелено, наверное, на республику Башкортостан. Я говорю сейчас не только о башкирском населении, а вообще о башкортостанцах, которые должны и смогут посмотреть, и будут с удовольствием смотреть это кино, потому что оно абсолютно без национальности. Но почему-то за пределами Башкирии, там, в Москве, в Питере этот вопрос возникает, что меня, конечно, очень смущает. Я даже после кинорынка выезжаю, еду и смотрю, сел в маршрутку, еду до метро, 30 человек, полная маршрутка, из 30, 29 не славяне. То есть я говорю, почему кто-то считает, что нужно снимать кино только со славянскими лицами, чтобы оно имело успех. Хочется сломать этот стереотип, если честно. Я так понимаю, следующий фильм будет «Буран». Следующий фильм «Буран», да. Александр Головин в данной роли, молодая звездочка Мария Лобанова, которую можно было увидеть в фильме «Тренер». Сейчас в ней также выходит большое количество картин, там, успех. Ну, она такая прям звезда-звезда. Ангелина Поплавская, которую можно было и можно сейчас увидеть в картине «Дылды». И еще куча сериалов. В общем, это такой звездный состав. Это Свердловская киностудия. Продюсерами являются. Съемки проходили в Екатеринбурге, в Свердловской области. Часть на Кольском полуострове, Кировск, Апатиты. И картина еще не доснята. Мы будем снимать там оставшиеся эпизоды, буквально 7 смен в этом декабре. Ну, как выпадет снег, я надеюсь, мы поедем, снимем завершение. Когда планируется завершить? Съемки завершатся в этом году. Я надеюсь, а картина выйдет в прокат, в широкий, наверное, в 20-м году. Я думаю, где-нибудь к осени успеют ее сделать. Может быть, к концу лета, да. Это продюсеры решают уже. Саша Головин, а у других, это же такие звезды. Как с ними работаются? Очень приятно, кстати. Я вообще не заметил за ними никакой звездности. Кстати, я перебью, он приезжал на Серебряный Акбузат. Да, да, мы как раз таки... Это всем как раз показалось, что... Мы уже с ним подружились. Я говорю, Саша, поехали на Акбузат. Вот, дадим, дашь мастер-класс. Тебя хотят видеть. И он с удовольствием говорит, я, конечно, приеду. После съемок сразу нашего блока он прилетел сюда. И очень приятно мы пообщались. И абсолютно нет никакого там, я звезда. Вот этого, то есть ничего нет. Это очень радует. Я раньше тоже побаивался звезд. Думал, как с ними работать. Это же все. Это бизнес-класс. Нет, все. Я летаю экономом. Зачем мне бизнес? Говорят, все нормально. И это очень приятно, что люди ходят по земле. Ну, кстати, тот же Головин, он больше звезда все-таки сериалов, мне кажется. А вы как относитесь, кстати? Да, я, кстати, ну, дело же... Сейчас сериалы... Потому что многие прям вот отказываются... Несмотря к каким сериалам, знаете, есть... Сериал это не искусство и вообще не кино. Такая позиция есть. Ну, это старая, мне кажется. Я сам раньше, может быть, так считал, но сейчас я смотрю сериалы. Эти сериалы порой даже сильнее, чем фильмы по драматургии, по качеству съемки бывают. И, насколько я знаю, Саша Головин не снимается совсем уж в мыльных операх. Это да, когда можно не смотреть, а слушать. Но все-таки такие телефильмы это больше... Саша снимался в фильме там Ростов. И очень у них хорошего, высокого качества. Поэтому он очень избирательно относится к материалу. Но если плохо, он не идет сниматься, конечно. Как мне кажется. Вот. И что касается сериалов, я изменил свое мнение. Просто как он? Ну, конечно же, я посмотрел... Это был российский или... Нет, я посмотрел сначала, конечно, такие большие вещи от канала HBO. Там «Игра престолов» и «Во все тяжкие». Кто не смотрел «Игру престолов»? Да, «Во все тяжкие». Нет, на самом деле, я начал смотреть... Первый сериал, который я сел и посмотрел вот это до, это был сериал Тодоровского «Оттепель» про киношников. Я просто сел и на одном дыхании за один вечер посмотрел все. Потом посмотрел «Уходящую натуру». Потом посмотрел «Обратную сторону луны» кота. И я понял, что очень интересный, очень интересный жанр. И я хотел бы поработать в нем именно вот в таком формате, как сделаны эти картины. И надеюсь, когда-нибудь представится возможность. И я с удовольствием возьмусь. Ну, вот для тебя кино, кино и только кино. Оно все больше затягивает или наоборот? Затягивает, да. Я сейчас понимаю, что я вот уже 10 лет, уже пошел 11-й год, занимаюсь только кино. С утра до вечера, каждый день только кино. И сейчас я уже стал продюсером. Я получил продюсерское образование в Академии Михалкова. И как-то более спокойнее стал к этому относиться, структурировать. И мне стало проще. Раньше, конечно, с головой просто уходил. Сейчас умею делегировать. Слава богу, появилась команда, с которой мне стало проще работать. И качество улучшилось, и времени свободного появилось больше. И я считаю, что это правильный путь. Надо по нему двигаться, чтобы не все, я все сам, все сам. Нет, надо набирать команду и работать с ней. Как семья? Прекрасно. Поддерживает? Очень поддерживаю. Если бы не семья, наверное, не получилось бы так работать активно. Но сейчас вот тоже жена выходит из декретного отпуска. И тоже присоединяется снова ко мне. Из Уфы с любовью мы делали вместе. И мы сейчас снова начинаем работать вместе, слава богу. Ну и там растет... Да, у меня двое детей. Двое детей. Да. Подрастающее поколение, да. Которое тоже... Ну, для них это обыденность кино. Все нормально. Ануш, спасибо тебе. Больших творческих успехов. Киножизер Айнур Аскаров был гостем нашей программы.